народ всем привет вы на канале мяски и бани сауны с вами правда максим у нас на обзоре сегодня 6 метровая увеличенной высоты и ширины баня комбо она это трио три комнаты для тех кто просил давно кстати просили снять с тремя помещениями вот эта баня как раз такая баня выполнена из кедра вниз ее из лиственницы сейчас пробежимся по кругу и потом посмотрим все что внутри в ней есть а баня достаточно прикольная так что советую посмотреть есть некоторые фишки которые мы не делали никогда еще в наших банях так что смотрим окно у нас из термодревесины обработанная покрашена бесцветным лаком снаружи естественно 500 на 700 его размера открывания наверх все как мы любим ответная часть второго дыхания закрывается открывается на этом тоже останавливаться сильно не буду и вентиляция стандартная в комнате отдыха баня у нас брашированная это значит искусственно состаривание ну наверное заметно да что она не одна тонна и покрашена с такими с потертостями это искусственное состаривание браширование пропитка у нас использовала здесь от форум хаоса это черный цвет потом шлифуется и сверху бесцветным лаком фиксируется еще на два слоя то есть это вот там четыре слоя лака с этим я сейчас только что осенило эта краска она я сейчас ошибаюсь если меня кто-то из форум хаоса смотрит поправьте она либо с германии либо с литвы это баня как раз таки едет в литву заказал у нас ее валерий так что вот такая вот прикольная штука то есть теперь не из россии довезут в европу а наоборот из оттуда мы берем сырье делаем здесь изделие везем в европу обратно прикольная штука получилась в парной у нас тоже окошко из термодревесины 400 на 30 на 300 вентиляция и второе дыхание сам клапан тарель 4 печка расположена сбоку это нержавеющий лист дальше у нас стоит грилдовская печка с большим смотровым окном таким большой загрузочный ящик также как камин его можно до использовать но опять же мы такие печи ставим не часто по одной простой причине потому что ну в бане бочки само собой если внутрь куда-то ставить в помещении с таким окном трудно с такой дверцы точнее трудно поставить ставишь ее на улицу вообще как бы смысл пропадает да ну все виды на улицу ходят вот если стоит здесь какая-то площадка терраса или проще тогда конечно поставил шезлончики и смотришь как на камин это вот реальная функция интересная повторюсь здесь нержавеющий лист еще притопочный 304 сталь стяжка все в общем классически все стандартно больше здесь наверно рассказать мне не о чем кроме как опять же про входную дверь входная дверь у нас из пластика кратко скажу очень удобно практично замок не намерзает не промерзает плотно закрывается резиновые уплотнители в общем притягивается ко всей коробке всем так вот закроем при поднимем ручку вверх то есть дверное полотно плотно прилипает коробке удобно практично поехали внутрь мы в комнате отдыха комната отдыха у нас точно не помню где-то около двух метров достаточно небольшой семьей человека 45 совершенно спокойно можно расположиться дверь закрывается вот еще внутри покажу как она плотно поджимается то есть сейчас она прижалась коробке и все для зимы это эксплуатация самое замечательное тройной выключатель стоит это у нас дополнительная опция чтоб каждая комната отключалась со своего выключателя напомню баня у нас из кедра низ из лиственницы здесь у нас боковой портал он же является неким отсеканием от холода то есть в принципе здесь можно повесить шторку и это получится небольшой тамбурок здесь будет еще теплее это ну для таких северных регионов так скажем такой лайфхак с противоположной стороны у нас здесь полочки они тонированные тонированные тоже пропитка это от форм хаоса 3d шные под спинки то есть они ну и выглядят симпатично и функционал у них тоже поинтересней выполнены два рундука один поменьше с этой стороны все открывается здесь у него шпингалет фиксируется можно покласть какие-то вещи ну или забрать их оттуда того как я сижу тоже на рундуке он расположен с противоположной стороны он также открывается также фиксируется такие же 3d под спинки в общем все удобненько небольшой стол то есть в принципе он где-то наверное чуть больше метра в длину и около метра в ширину то есть тоже такой достаточно широкий потому что увеличенный увеличенная ширина из-за этого естественно стол тоже увеличивается термо окно открывается наверх установленная резеточка то есть можно пользоваться там чайник телефон прочие какие-то принадлежности снизу у нас тоже идет проводка и тоже стоит двойная розеточка именно для того чтобы туда подключить колорифер если зимой или через и есть такая необходимость а так как это баня трио то есть здесь обязательно нужно ставить колорифер и выключатель второго дыхания то есть как обычно у нас в принципе здесь в классическом варианте расположена полочки над головой совершенно не мешает не вставать то есть многие переживают за это что можно головой как-то задеть я при всем желании видите я просто до туда не достану этих можно даже гораздо больше делать ну и фишка опять же этой комнаты светильник в виде бочки выглядит он шикарно просто я не за мне очень нравятся такие светильники да они такие точечные бьют они только в стол как освещение основное наверно не очень подходят для основного у нас есть стандартный светильник он при необходимости можно помощнее лампу поставить как сюда только туда очень света здесь в принципе хватает и днем и ночью ну уже по традиции сложившийся стоит на своем месте шкаф в нем нету полок он ну выбрали так он сугубо плотиной либо уже заказчик установит самостоятельно необходимое количество нужно ли ему не нужно это уже будет решать сам заказчик в общем теперь на аппаратом пройти в помывочную помывочная комната у нас длиной полтора метра в ней нету никакой разводки воды потому что заказчик будет уже непосредственно сам это все делать я даже если честно не знаю с какой-то стороны будет подведено то есть можно в принципе на все четыре стенки установить совершенно спокойно вода будет единственно знаешь у под давление будет как горячая так и холодная вся у нас комната и сверху снизу общем вся она обработана специальным антисептиком антисептика кстати опять же от форм хаоса поэтому все чаще и чаще переходим на него все покрыты стены обработаны специальным лаком водно водной основе то есть защищена грубо говоря такая комната ну то есть этот антисептик будет вымываться крайне долго но это не значит что не нужно эту баню и баню и в частности мойку просушивать то есть когда три помещения в бане уделять время просушки нужно более тщательно вообще это этой процедуре надо много времени уделять потому что в этой комнате нету не обогревателя но она самая мокрая в комнате отдыха и в парной само собой есть источники тепла которые могут просушить в этой комнате нет но здесь единственное что мы добавили здесь есть второе дыхание отсюда идет тоже забор воздуха то есть при открытии вот этого клапана получается отсюда идет забор воздуха а в парной мы закрываем то есть когда мы просушиваем баню то лучше открыть здесь клапан и закрыть в парной и таким образом именно помывочный нас просохнет гораздо лучше полочки установлены с двух сторон они тоже обработаны антисептиком затонированы все это на водной основе все это безвредно и очень кстати удобно пользоваться что полки большие то есть сюда можно все сложить все что нужно для помывки на этих двух полках совершенно спокойно разместиться и вставать садиться пользоваться не мешает потому что они высоко двери у нас как в парную так и в помывочную стекло три петли на мощнейшем магните матовые в общем такой уж грохот закрывания то есть очень мощный магнит мне нравится метр семьдесят высота кстати для бани это очень важно то есть мы не ставим большие двери потому что они во первых при открывании закрывания с собой затягиваю вытягиваю точнее пар есть у вас стоит паровой пирог особенно в комбо это ну здесь сюда допустим стоит паровой пирог из порядка полуметра при открывании такой двери ну выходит пара минимальное количество если дверь будет на 20 сантиметров выше то есть весь паровой пирог дверь просто за собой утянет а теперь поехали там где паровой пирог делается я в парной парная у нас если мне не ошибаюсь и я не ошибаюсь 220 по моему длина опять же скажу что это увеличенный размер длина всей бани 6 метров и вот в парной начинаются фишки приколы которые обещал соляной светильник над моей головой то есть это ну такая не шибко часто заказываемая позиция но выглядит она очень прикольно то есть это соль гималайская можно тут вот так вот менять цвета там стоит жаропрочная светодиодная лента сам светильник из такой цвет включим из кедра то есть он и пахнет приятно и соль будет выделять и запах будет короче можно можно много разных режимов можно переливающие всякие поставить такая же подсветка ну не же ну такого же плана подсветка она с другого пульта включается она уже располагается под полками то есть тоже можно любой режим выбрать можно под полками включить например подсветку здесь выключить или основной свет выключить или здесь включить тут включить основной выключить в общем вариантов очень много здесь три источника света в парной в общем можно поиграться кому как нравится как взрослым так и детям я думаю это понравится г-образный полок шириной 80 сантиметров на высоте 75 то есть парить на таком полке очень удобно человек располагается второе дыхание все все как полагается здесь сильно углубляться не буду в общем подвод воздуха как сверху так и сбоку так и снизу можно то есть это масса вариаций то есть многие я просто повторюсь много пишут комментариях что можно простыть бояться простыть то есть я здесь можно настроить таким образом что может практически ну там минимальный поток воздуха будет идти это можно сделать не ставая с полка не обязательно бегать на улицу все думают что там если клапан на улице то каждые 15 минут бегаешь и что там регулируешь ты совершенно не так я вот своей бане один раз открыл на всю катушку и все круглогодично так стоит максимум я думаю кто будет как делать зима-лето то есть летом на все открыто зимой прикрытой ну еще раз скажу я так не делаю мне удобно и так я регулирую все вот таким образом направлением вот и все причем здесь можно еще вентиляции есть есть чем я дополнительные вентиляции открываю отверстие тем поток сам по себе слабее становится то есть этим можно регулировать если кто-то вдвоем париться до 1 на полке лежит 2 упарит просто попросил открыть дополнительную вентиляцию все то есть поток с автоматически это даже человек который лежит на полке ему даже двигаться не надо ладно с этим наверно закончим и с противоположной стеночки у нас точнее с противоположной суд пока спешим по с первой стенке кедр кедр кирпичиками здесь в общем такая солянка сделано как ужина раз заметили да здесь у нас кедр на этой стенке а на своде у нас пробка опять же кто-то недавно писал комментарии почему-то пробки давно не было вот кстати вот и пробка ничего мы ее не забросили просто почему-то но такие волны бывает то есть бывает заказывают кедр сейчас вот кедр кирпичами идет просто ну каждый второй заказывает если не каждый первый пробка почему-то реже я думаю после этой бани пробка опять получит свое второе или третье дыхание и в общем функция очень мне нравится печь пробка в парной как она себя ведет она от режима русской бани идеально наверное вот идеальное покрытие для русской бани мне очень нравится видели я лично познакомился с пробкой у вахова дениса мне понравился в его бане и вообще в принципе сам материал в общем пробуйте офигенный материал термо окно 30 на 40 открывается почему-то не в ту сторону ручку надо поменять тоже кто-то в комментариях как-то помню заметил это явление полки я не помню сказал не сказал у нас пропитаны специальным лаком на водной основе то есть он ничего не выделяет это термолак то есть он специально предназначен для бани сауна у него по-моему рабочая температура то ли 110 то 130 то есть ну достаточно высоко в бане такую разогнать нереально выдвижной полог опять же из той же всей системы удобства парения посидели полежали здесь даже в принципе небольшой человек может и смысле небольшой комплекции спокойно прилечь можно прилечь как в эту сторону так и в эту сторону в общем как удобно и паримся также сама задвинули очень удобно а вот теперь точно с противоположные стенки у нас можжевеловая целая стена это не панно а а можжевеловая стена то есть человек вот подошел с таким креативом у него она вроде бы как бы пестрая парная а так смотришь блин она реально просто прикольная и подсветки и можжевельник то здесь запах такой можжевельника стоит ну кто работает с можжевельником он знает как он пахнет то есть и тем более такой объем это не какая-то там микро панелька и ну еще и симпатично конечно это и красиво таков стиле до из коры у нас сделан абажурчик на светильник то есть его опять же можно и выключить это основной свет можно воспользоваться только таким или подсветкой чем я уже об этом говорил и сердце нашей бани это уже легендарная печка комета вега от компании грилд мы ставим их тоже не очень часто потому что они для больших парных подходят вот если большая парная как здесь например конечно она подойдет в более маленькую парную все-таки она великовата вообще печь легендарная про нее много где что сказано ошибка углубляться не буду в общем печь зачетная дает русский пар высокотемпературный мелкодисперсный здесь еще кстати установлен как вы видите ппш то есть он просто в данный момент снят потому что баня уже готовится к отправке в общем здесь ставится ппш это ватер пас от него тоже наверное многие знают что это такое кто не знает это когда вы печку топите но вы сами здесь не паритесь ппш сам преобразовывает воду в пар и увлажняет тем самым помещение ты заходишь пар ну и она уже готова для использования уже то есть ну поддавать естественно нужно акценты создавать в принципе все помещение все уже увлажнено ты мох от у нас здесь тоже грилд это увеличенного диаметра 250 его наружный диаметр внутренняя труба 115 стандартных дымоходов 200 на 115 этот ты мох от на 5 сантиметров толще значит ну более пожаробезопасный ну и в стиле она конечно согласитесь здесь просто черная матовая труба пробочка ну в общем все в едином стиле потолочно проходной узел у нас тоже от грилда утепленный калиновой ватой пожаробезопасен точнее калиновой ватой ну и сама пожарная разделка это мини рид мини рид на проставкой под ними все обработано огнебиозащита и наш вентилируемый поддончик то есть у него вентиляция идет с улицы он сам охлаждается и также на улицу на выходит именно сам поддон охлаждается таким же образом если еще не подписался на канал сейчас это самое она сделать чтобы такие вот видосики не пропускать про такие бани если понравилась баня понравился видос палец вверх подписываемся на канал обязательно отжимаем колокольца бубенцы в общем всех ждем у нас на канале всем пока и